СИРАНО Откройте! Это СИРАНО! СИРАНО! Современные, информационные, рациональные, актуальные новости от ларингологии. Ассоциация СИРАНО приглашает вас совершенствоваться в профессии и начинает цикл видеоуроков для врачей первичного звена. Научным руководителем этой программы стали известные специалисты от ларингологии. Доктор медицинских наук, профессор, директор лор-клиники, заведующий кафедрой болезни уха-горла-носа Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова, главный внештатный специалист от ларинголог Центрального федерального округа России, врач высшей категории Валерий Михайлович Свистушкин. И доктор медицинских наук, профессор кафедры болезни уха-горла-носа, заместитель директора лор-клиники по лечебной работе, врач высшей категории Галина Николаевна Никифорова. Своей красой к себе все взоры привлекать. Если вы хотите совершенствоваться в профессии, если вам интересно и если ваш нос любознателен, то эта программа для вас. Придя сюда, таким счастливым утром, вы благодарны будете минутам, что здесь вы провели, и ум ваш укрепит науке знания, и ощутите вы в своем сознании, что лучший путь и краткий, и прямой, и что всегда приятно быть самим собой. Историческая справка В медицинской науке выделение отариноларингологии в самостоятельную специальность произошло во второй половине XIX века. Основой объединения болезней уха-носа и горла в одну дисциплину явилась анатомо-топографическая единственная этих органов, их тесная физиологическая и функциональная взаимосвязь. Начало формирования дисциплины связано с изобретением эндоскопических методов исследования, которые дали врачу возможность изучать внутреннюю картину указанных органов как в норме, так и при различных заболеваниях, производить диагностические и лечебные манипуляции, а также хирургические вмешательства. Видео-урок 1. Подготовка рабочего места для осмотра лор-пациента. Добрый день, уважаемые коллеги! Мы с вами начинаем практическое обучение навыкам, которые необходимы для проведения осмотра лор-органов. И для этого нам, конечно, нужно рабочее место. Это стол отариноларинголога, достаточно стандартный, на нём должна быть поверхность, в которой мы можем выводить инструменты. Инструментами мы должны пользоваться стилизмами. Один инструмент для одного пациента. Они должны быть под рукой врача-отариноларинголога с его правой стороны. Нам нужен источник света. Несмотря на то, что современная отариноларингология предполагает использовать достаточно сложные источники света, это вот, например, один из них, налогный осветитель. Есть ещё более, так скажем, удобные и более серьёзные налогные осветители, но, тем не менее, в практической жизни, в практическом здравоохранении мы более часто будем использовать налогные эффекты. Это простой прибор, который нам позволяет осмотреть лор-органы в дополнительном освещении. Историческая справка. Начало создания методики осмотра верхних дыхательных путей и уха было положено в 1841 году немецким рядовым врачом Гоффманом, который предложил простой метод освещения этих органов. Он взял обычное зеркало и счистил посередине амальгаму в виде небольшого кружка, что позволило смотреть глазом через участок лишённой амальгамы. Со временем зеркало стало вогнутым, а через 20 лет немецкий атоллог Антон Трёльч предложил крепление для зеркала на лбу, и прибор получил название лобного рефлектора. Налобный рефлектор представляет собой оголовник и зеркало. У зеркала... зеркало прикрепляется к оголовнику таким достаточно подвижным шарниром, и вот это зеркало, оно давно всё время будет направлено вниз. Рефлектор надевается таким образом, чтобы мы могли видеть картинку левым глазом. Это касается правшей, то есть мы должны смотреть левым глазом, потому что если мы будем смотреть с вами правым глазом, то при манипуляциях правой рукой мы будем себе сужать поле зрения. Поэтому рефлектор надевается на левый глаз, и в тех случаях, когда мы не можем использовать бинокулярное зрение, скажем, при осмотре глотки, при осмотре, если мы смотрим ухо или нос, то мы смотрим только левым глазом. Щурить правый глаз не нужно, он сам у вас не будет участвовать в процессе визуализации. Ну, нужна определённая привычка, но это достаточно быстро вырабатывается. Итак, источник света, который мы будем использовать при осмотре у Робинов, у нас находится около правого глаза пациента. И расстояние до источника света у нас равно фокусному расстоянию этого зеркала. Это 25 сантиметров, это точка наилучшего видения глаза. И таким образом, когда мы с вами наводим зайчик, у нас и зайчик получается в фокусе лучшей точки видения, и мы находимся на расстоянии лучшей точки видения того или иного органа, то, что нам нужно осмотреть. Ну, что такое, в чём дело? Пётр Иванович, я нашла тяжелейшую астму. Да? Попыталась снять её, но, видите, у души не проходит. Я вызвала скорую. Ну-ка, посвятите мне чем-нибудь. Ложечка есть? Ой, Боже, Лёшка. Ну, мамаш, вы нам мешаете, выйдите отсюда. Ну-ка, открой, голубчик, рот. Ну, открой, открой. Посвятите-ка. Так, ну-ка, загляни туда. Теперь ясно? Закрой, закрой. Как же это можно? Дегтярируй всем. Осматривая больного, прежде всего не поглядеть ему в глотку. Осмотр пациента. Мы приступаем непосредственно к осмотру отринокологического больного. Дегтярируемый подголовник обеспечивает комфорт пациента при обследовании. Естественно, прежде чем мы приступим к этому осмотру, мы должны обязательно помыть руки, потому что мы достаточно интимно прикасаемся к пациенту, и нужно, чтобы руки у нас были чистые. Итак, прежде чем непосредственно мы будем инструментально осматривать лорорганы, мы, конечно, посмотрим внешний вид. Вот это у нас проекция лобных пазух, проекция верхнечелюстных пазух. Здесь у нас расположены решетки. Собственно говоря, у нас ничего не изменено. Кожа нормальной окраски. Спинка у нас расположена по средней линии. Мы обязательно оцениваем ушную раковину, все ли элементы ушной раковины присутствуют. Иногда нарушение этих элементов свидетельствует о том или ином заболевании. Ну, в данном случае ушная раковина сформирована правильно, все элементы присутствуют. С второй стороны обязательно пальпируем сосцевидные отростки, перкутируем их. Пальпация региональных лимфоузлов. Для этого мы приступаем к осмотру регионарных шейных лимфоузлов. Затылочных, заушных, подчелюстных и шейных. И, конечно, пальпация триггерных точек. Это точки выхода первой ветви тройничного нерва и второй ветви тройничного нерва. Иногда в этих точках у нас имеются болевые ощущения при том или ином заболевании. Язык, закройте, откройте, закройте, откройте. На что жалуемся? На голову жалуются. Это хорошо. Легкие дышат, сердце стучит. А голова? А голова предмет темный, исследованию не подлежит. Посадка врача от ларинголога. Посадка врача от ларинголога или врача, который хочет посмотреть его органы, должна быть вот таким вот образом. Ноги пациента в эту сторону, я смотрю в сторону лампы. Если пациент ребенок, пациент такого же пола, как доктор, или иногда во время хирургических вмешательств допускается оплатить своими коленями колени пациента, но это бывает не во всех случаях. Как правило, более правильно сидеть вот таким вот образом. Наша правая рука, она рабочая, но в данной ситуации она будет лежать на теме у пациента. И мы таким образом можем поворачивать голову пациента очень нежно, очень аккуратно, но так, как нам нужно. Мы не сами прощаемся, чтобы посмотреть тот или иной участок лорорганов, а именно поворачиваем голову пациента. Потому что если у нас на приеме человек 30, после двух-трех таких вот поворотов мы уже будем неработоспособны. И так, после того, как мы все посмотрели, инструменты у нас в левой руке. Я сейчас говорю все для правшей. Данный инструмент, носорасширитель или носовые верхала, старое название, выглядели таким вот образом. А как я уже говорил, инструменты должны быть серийные, для каждого пациента свой инструмент. Ну, Вась, здоров. Здравствуйте. Как дела? Да вроде ничего, нормально. Язык покажи. Вась. Да. Через три дня домой. Хорошо, спасибо, профессор. Следующий видеоурок будет посвящен осмотру носа и носовой полости. Ждем Ваших вопросов по первому видеоуроку. Пишите нам на сайт. Продолжение следует. Продолжение следует...